Мы находимся в художественной святая святых театра. Именно здесь создаются декорации для всех спектаклей. Будь то дорические колонны или старинный восточный светильник. Ну а прямо сейчас художники работают над созданием задника для нового спектакля. Пока что это выглядит как полотно одного из современных художников, чей замысел понятен редкому ценителю. Но в финале должно получиться примерно вот так. Важно было, чтобы оформление было легким, воздушным. Проблемы поднимаются серьезные, но воспоминания этих героев, которые пришли разводиться, все-таки светлые. Начиналась их любовь. Поэтому и оформление от этого идет. Парк культуры, веселье, огоньки. А потом вот в итоге все заканчивается каким-то странным судом, в котором появляются вот эти пары, такие серенькие все. Редко, когда увидишь зрительный зал Белгородского драматического театра таким пустым. Из наблюдателей только студенты Института культуры, которые так же, как и мы, пришли посмотреть на рождение спектакля. Почему человек боится диалога? Почему он не выходит первый на диалог? Почему в ссоре всегда весь страх начать первый диалог? Почему? Первый темно. Да, боится, что ее он сейчас пошлет куда подальше. Или больно сделает, как хотите это назовите. Поскольку это только первая репетиция, процесс больше напоминает монолог. Режиссер Станислав Мальцев нарочно объясняет актерам их задачи только словами, не показывая на примере. Я тоже был артистом, и все артисты, они немножко обезьяны. Они поймают твою интонацию, да, и могут с нее потом не слезть. А мне очень важно, чтобы это была живая интонация самого артиста. Более продуктивно зачастую попытаться донести смысл. И через этот смысл, через действие, чтобы у актера открылась своя интонация, свой голос. Когда люди не говорят, это не значит, что они не говорят. Понимаете? Диалог все время идет. И если люди друг друга чувствуют, они чувствуют этот диалог. Со взаимопониманием у Романа и Валерии проблем нет. Они уже несколько лет в супружестве. Казалось бы, это должно помочь им играть супругов на сцене, но... Ну, мне сложнее, может быть, ему проще, я не знаю. Мы на сцену все-таки несем себя, стараемся нести себя, потому что мы от себя никуда не убежим. Вот есть я, и я выхожу на сцену. Но когда ты играешь супругом, нужно мало того, что отсоединиться еще от того, что это твой супруг, но потом еще и присоединиться к тому, что это твой супруг, то есть в пьесе. Для Романа совместная работа с Валерией тоже оказалась вызовом. По сюжету герой теряет к супруге всякое доверие, подозревая ее в измене. Вот тут и вышла загвоздка. Я-то и на сто процентов доверие, и мне очень сложно представить, что... Ну, если бы был другой человек какой-нибудь, актриса другая, не жена, тогда да, тогда думай все, что хочешь про нее. Впрочем, режиссер уверен, у актеров все получится. В пьесе перед зрителем ставятся не только вопросы доверия, человечности. Красной нитью через весь сюжет проходит любовь, которую Роману и Валерии играть не придется. Володин из тех драматургов, которые через быт говорят о бытие, то есть поднимают вопросы, зачем живет человек, почему он живет, как он любит или не любит. Эти мысли, мне кажется, сегодня очень, опять же, нужны зрителям. Получится ли у творческой команды создать то, что заставит зрителя задуматься о главном, узнаем очень скоро. Премьера состоится накануне 8 марта. Глеб Дудкин, Дмитрий Коваленко. Такой день на Мире Белогория.